В международном отделе УГТУ прошло собрание с иностранными студентами. Зарубежным гостям рассказали о важности соблюдения миграционных правил. Ребята узнали, как они могут продолжить обучение в стенах Ухтинского университета и что им для этого понадобится. По приезду с каждым из них я индивидуально провожу беседу по поводу того, какие их права. Но так или иначе, сегодня наша цель обобщить все изученное и донести, напомнить еще раз. Потому что не такие случаи, когда они просто забывают подойти вовремя для того, чтобы продлить регистрацию. И не знают, что делать, когда они возвращаются со своей родины или после каникул, что им нужно обязательно идти в международный отдел. После окончания подготовительного курса русского языка иностранные студенты смогут продолжить обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. С февраля ребята приступят к изучению математики, физики и информатики. Затем зарубежных студентов ожидают вступительные экзамены. Оставаться в нашей стране планируют не все иностранцы. Здесь только учеба, только учеба, а потом другая страна, может быть Канада или Австралия, я не знаю. Но я знаю, нет, в России, да. Здесь это трудно, если я иностранец, это трудно, да. После собрания студенты задали интересующие их вопросы. Кроме того, продемонстрировали свои достижения в изучении русского языка и просто поделились впечатлениями от проживания в России. Елена Пучкина, Дмитрий Гончаров, Планета новостей.